Поправки, третий день. Всю неделю народные депутаты рассматривают один единственный законопроект, который все пафосно называют судебной реформой. И сегодня снова посвятили и утреннее, и вечернее заседание замечаниям к документу, хотя планы еще утром были грандиозными. Все подробности далее в материале. Главе Комитета по вопросу правовой политики и правосудию третий день подряд приходится часами стоять у трибуны с пачкой документов, реагируя на каждую поправку к судебной реформе. А их все вносят и все проваливают одна за другой. Миссия перескочить через тысячи изменений и добраться до пенсионной реформы кажется невыполнимой. Мы не можем скоротить рассматривание этих поправок, потому что, соответственно, Конституции, каждая поправка рассматривается как законотворительность народного депутата. А вот так решение должно принимать парламент. Это парламент в сессийной зале. Мы не можем ограничить его. Едина возможность – это скорить рассматривание этих поправок. Можливо, депутаты, которые уже стояли за движением этих поправок, отказываются от них. Они хотят сейчас не рассматривать вообще правки до этих законов про так называемую судовую реформу. И они хотят об этом сейчас все проголосовать, потому что в кулуарах парламенту за хабарей, за виткат из бюджета. Домовилися уже, по суті, за эту ганебную судовую реформу голосовать. Каким образом планируется закинчивать рассматривание сегодня всех поправок, я себе не уявляю. Это только заборонить, тогда сменить полностью подход, заборонить депутатам ставить те или иные поправки на подтверждение. Работать это не можно, для того, чтобы взять и перестрибить на пенсионную реформу. Обходить поправки решили, устроив депутатскую продленку. С утра спикер анонсирует ключевое голосование, предлагая работать без перерыва и до поздней ночи. И созывая депутата в зал. Трижды голосование проваливали, потом опять ставили и опять отклоняли. Для мобилизации слова даже взял премьер. Вместе с министром соцполитики он второй раз зашел в сессионный зал. Бурно что-то обсуждал то с БПП, то с фронтовиками, то с радикалами, а потом обратился ко всем. Но и доводы премьера зал не убедили. Рабочий день нардепы так и не продлили. Идет сегодня обман общества. Обман общества в направлении выплаты пенсии. Уряд должен быть с учитыванием инфляции, с учитыванием цен, увеличить пенсию еще на начале года. Тем более, что в бюджете закладывали додатковые деньги за счет инфляции. Цего не сделали, ждали сегодняшнего дня. И тем самым шантажуют сегодня депутатов и всех, кто причастен к этому процессу, что если не будет проголосовано, то не выплатят пенсии. Ну, больше сценичного действия мы еще не видели. И пока депутаты меньшинства настаивали на своих поправках, нардепы коалиции все так же искали способ, как их обойти. Но думали над этим и во время перерыва, отменить который тоже не смогли.